У самовара я и моя Маша пошла муха на базар и купила самовар. Научно-технический прогресс вытеснил эту бытовую технику из нашего обихода. Но настоящие ценители самоваров до сих пор хранят им верность. Наша съемочная группа познакомилась со знатоком самоварного искусства. Коллекцию пузатых чайников, без которых не обходится ни одно русское чаепитие, Александр Шефер собирает уже около четырех лет. Больше половины из них сделаны в позапрошлом веке. По его словам, первый самовар попал к нему совершенно случайно. Я увидел, как самовары несут пункт приема металла, цветного металла. Мне их стало жалко. Все-таки красивые вещи. Люди старались, сделали. А я их металлолом. Поэтому я их начал покупать. Идея этого необычного чайника пришла к нам из Китая. В России самовар появился в конце 18 века. Уже тогда в Туле были созданы первые самоварные фабрики. Именно поэтому этот город считает родиной русских самоваров. У меня порядка 15 самоваров на сегодняшний день. Все они разной степени, так сказать, старости, древности. В основном все самовары сделаны в городе Тула до революции, после революции. Ну, есть партика самоваров из города Кольчугина. Первые самовары изготавливали из латуни и меди. Внутри находилась печь. В ней жгли сосновые шишки и древесный уголь, которые раздували сапогом. А дым выходил через трубу, которую можно было снимать. Самая важная часть самовара – тулово. Сюда заливается вода, которую нужно вскипятить. Внутри самовара находится труба жировник. Также не менее важными деталями являются заглушка, конфорка, крышка, ручки, кран, ветка, поддон. Раньше девушка, которой давали в приданное большой медный самовар, считалась завидной невестой. Вокруг него собиралась вся семья. Пили чай, вели неспешные разговоры, мечтали о будущем. И по сей день самовар считается символом домашнего уюта. Жаль только, что сейчас он чаще встречается в сказках, а не на наших столах. Евгения Ракова, Андрей Шоклев, Республика.